Приветствую вас. Смотрите, тут такой вот посыл, который исходит от вашего текста, он, мне кажется, больше про то, что вы в целом такой, как мне кажется, тревожный человек. То есть вы в целом вот почему-то именно что стрессуете от этой вот ситуации, которая сложилась. В первую очередь нужно понять, как именно вас это тревожит, как именно вас это задевает, чем вас это тревожит, чем вас это задевает. Если задевает, если стревожит. Ну вот. И дальше уже можно будет об этом говорить, да, о том, что вас волнует и беспокоит. Это уже можно обсуждать дальше. Условно говоря, можно об этом поговорить с соседями. Можно это выразить и можно это обсудить в кругу вашей семьи. Но, может быть, здесь, в этом переживании вашем, кроется другая причина, которая не связана с тем напрямую, что делают соседи. Может быть, в вашем переживании есть какая-то другая история, которая, на первый взгляд, может кажется не важной, не значимой. Например, то, что вы один, то есть у вас, вот, ну, на данный момент сейчас нет женщины, допустим. И, может быть, беспокоит и тревожит вас именно этого. Вот. Может быть, конечно и нет. Может быть, конечно и нет. Безусловно, я этого не знаю. Я просто говорю о своих предположениях, как кажется мне. Но вариант такой исключать нельзя. Или есть вариант, что вы просто, в принципе, чего-то боитесь, да? Ну, просто вот чего-то опасаетесь, просто вот от чего-то переживаете, от чего-то, беспокоитесь и так далее. Вот. Понимаете? Поэтому нужно смотреть, вот. Нужно смотреть на вашу историю. Нужно смотреть на то, как вы к себе относитесь. Нужно смотреть на то, как вы к окружающим людям относитесь. Нужно смотреть на то, как вы себя воспринимаете. Нужно смотреть, как вы воспринимаете других людей. В конце концов, есть определенные правила по допустимому уровню шума, это больше такой социальный аспект, и если этот уровень шума вы можете его замерить по децибелам, а если этот уровень шума выше, то вы можете пожаловаться на своих соседей, но это уже такая, как мне кажется, довольно-таки крайняя мера, которой пробегать нужно лишь, если все остальное не работает, не работает, потому что в какой-то степени это очень сильно настраивает людей против друг друга. Ну, то есть, не бывает такого, что жалобы бы написали, вот, соответственно, людей привлекли к ответственности, вот, и они после этого идут к вам, значит, на чай, такого не бывает. Поэтому здесь следует поступать исходя из ваших ценностей, исходя из ваших предпочтений, исходя из ваших идеалов. Вот какие они, так и поступают. Вот, я же не знаю, как вы к людям относитесь, и какие у вас социальные взгляды, тоже не знаю, вот. Конечно, не может лично у меня не вызывать вопрос, у вас, ну, ситуация, когда вы выбирали себе дом, то есть, ну, вот, вы выбираете дом, вы выбирали дом, выбирали квартиру, в которой высокая служба. То есть, ну, как бы, это тоже ведь в какой-то степени невнимательность, ведь вам в этом месте жить. И, на мой взгляд, эта невнимательность может, конечно, быть просто невнимательностью, просто досадной случайностью, вот, но может быть чем-то большим. И вот, чтобы это не было чем-то большим, очень важно поработать, очень важно вам поисследовать этот момент, чтобы быть уверенным, что это не что-то больше. или, чтобы понимать, а, что вообще-то значит. Так, да, да, как бы, тут вот, что вообще-то начало. Вот. Вот это, мне кажется, такой вот важный момент, на который вам, вот, имеет смысл обратить свое внимание. Повторюсь, это моя точка-точка зрения, это моя позиция. Вот, я вам ее не хочу навязывать ни в коем случае. Вот, но выглядит все вот, вот так. Выглядит все вот таким образом, да. Ну, не очень, вероятно, хорошим, вот, для вас. То есть, выглядит это все вот так, что, ну, что вы страдаете, выглядит это все так, что вам плохо, выглядит это все так, что вы переживаете, выглядит это все. Как будто бы, ну, в определенной клетке, да. И, не очень, понимаете, вот, вообще, что дальше делать. То есть, почему-то к соседям обратиться и с ними поговорить, нет, почему-то это не вариант к соседям обратиться. Вот, значит, к себе обратить, ну, на себя обратить внимание, условно говоря, тоже почему-то не вариант для вас. Вот, хотя, это, ну, было бы весьма неплохо, да, и это было бы, ну, прям, хорошо, это было бы, ну, вот, для вас, опять же, это было бы хорошо, хорошо. Ну, вот, потому что, ну, вы могли бы, как-то, вот, поисследовать себя, вот, но почему-то, почему-то, этому не уделяется времени. А, внимание, почему-то, знаете, какая штука, вот, и у меня вопрос, собственно, почему, почему этому не уделяется, ага, как бы, ну, вот, ну, внимание. Это важно, это касается вас, вот, а почему-то вы себя, получается, сдерживаете, вот, а вот этот момент меня интересует. Этот момент меня интересует довольно сильно, я бы сказал, потому что, ну, потому что напрямую это связано вот с вами и с вашим комфортом, напрямую это связано с тем, как вы организовывать свою жизнь, мне бы хотелось, чтобы она была расорганизована максимально, корректно, я бы так сказал. Да, понятно, что не все получается так, как мы хотим, это понятно. Тем не менее, хочется верить, что, что мой ответ немножко, вот, подтолкнет вас к тому, чтобы, ну, лучше себя понимать. Вот, к тому, чтобы лучше, вот, к себе относиться, вот, к тому, чтобы лучше себя воспринимать, ну, лучше себя воспринимать. Вот. Мне кажется, так. Такой ответ можно, в принципе, вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. На этом все, буду вам благодарен за обратную связь, это позволит начать вам работу над собой, вот, обязательно обратитесь к специалисту, если не для себя, то хотя бы для дочери, вот, ну, то есть сделать это, если не для себя, то хотя бы для дочери, вот, конечно, дочь она чувствует вашу нервозность и, соответственно, это может передаваться. И, в том числе, да, тоже, вот, я не думаю, что это то, чего вы хотели бы, вот, поэтому, эм, такой ответ, вот, удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.